Чуть больше недели прошло с момента появления в соцсетях видеоролика внезапно побелевшей пивоварки. Тогда же специалисты Росприроднадзора взяли воду на экспертизу. Результаты показали – в реку действительно что-то сливали, но что именно – установить не удалось. Причем отходы эти далеко не безвредные. Анализы показали большое содержание в стоках алюминия и титана. Это характерно для водорастворимых красок. Где-то или незаконная врезка, или незаконное пользование, то есть в ливневку сбрасывается то, что туда попадать не должно. То есть это не на постоянной основе, а как будто кто-то подъехал и сбросил. Планки не сливай, сколько влезет. И тем не менее, ведомство совместно с профильным комитетом города намерено установить виновных. Правда, сделать это будет крайне непросто. Примерно 20-30 лет назад пивоварку питали несколько небольших озер Парнаула. Одно из них в районе улицы Попова, второе – среди новостроек на улице Гущина. Сейчас эти водоемы очень сильно заболочены, а речной сток перекрыт городскими магистралями. Теперь пивоварка берет свое начало на территории городского парка «Юбилейный» – почти 50 гектаров бесхозной площади. Отсюда река преодолевает порядка 7 километров, проходя через частный сектор, промышленные и хозяйственные постройки, локомотивное депо и даже кладбище. Устье реки находится в центральном районе за улицей Кутузова. Именно здесь жители близлежащих домов сняли на видеокадры молочной реки. По их словам, река может менять свой цвет по нескольку раз за день. А пользователей соцсетей удивил не только внешний вид водоема. Некоторые очевидцы сообщали и о терпящей бедствии рыбе. Дышать им там нечем под водой. Хоть и написали, что она не токсичная, но рыбкам она почему-то не нравится. Возможных мест выброса больше сотни. Реестр таких точек эксперты Алтайводпроекта составили еще три года назад. Его включили в специальную программу, по которой должны были очистить от мусора все русло реки, а также береговую линию, примерно по 20 метров от края в обе стороны. На воплощение проекта требовалось порядка 56 миллионов рублей. Большую часть суммы должна была выделить федерация. Однако Москва заявку отклонила. Основная причина, что для того, чтобы включиться в программу, нужно устранить источники вторичного загрязнения. В 20-метровой зоне по одну сторону берега и по другую не должно находиться никаких строений, сооружений, то есть это места общего доступа. Порядка двух миллиардов рублей нужно на переселение, на отселение жителей, на реконструкцию этих систем сброса инженерных. Вот такие цифры. На выполнение условий программы у города попросту нет средств. И действительно, большая часть береговой линии вплотную застроена. Загрязнять воду в реке может кто угодно. Для этого достаточно сделать врезку в общую систему ливневой канализации или обустроить выгребную яму. Трудно сейчас сказать, кто больше вносит, частный сектор или промышленные зоны. Но то, что частные секторы делают это постоянно, в отличие, допустим, от насосной станции канализационной, которая берет иногда и сбрасывает почему-то, как это им хочется. Если говорить о каком-то, может быть, разовом выбросе, кто-то сбросил. Я не берусь. Там есть остатки химзавода, там где-то в Верховье. Найти ту самую трубу крайне сложно. Из-за особенностей речного ландшафта, множества заграждений и свалок. Но вывод экологов однозначен. Пока люди и предприятия не возьмут на себя ответственность и инициативу за сохранение природных ресурсов, пивоварка не станет общественным пространством, то есть местом, где можно отдохнуть. А ведь еще в 19 веке воду из речки использовал знаменитый пивоваренный завод. По словам историков, вода была настолько чистой, что являлась главным компонентом для изготовления пенного напитка. Отсюда и появилось ее название – пивоварка. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Алексей Фризин, Николай Шелко. Наши новости.